Доброе утро, Игнатий Тиклович. Добрый. Опять судьба нас сводит. Да нет, судьбы нету. Вот в чем дело-то еще. Ну, имеется в виду... Слово судьба, это означает неизменность, заряженная. А Ян Златоуст говорит, судьба это языческое изобретение. А судьбы Божьи? У нас, да, это пути Господни, по воле Господни. Да, пути Господни. Я именно по-нашему, по-возламому. Так, чтобы правильные были выражения, чтобы нас никто не подловил. Да, да, я по этому поводу и звоню, потому что, короче, тут с Америки связались со мной, там, целый день хотели связаться. Я нормально выгляжу, а то я там так... Маленько повыше и назад отступите, назад отступитесь. Вот сейчас повыше голову сделайте. Не-не, никуда, выше просто, повыше. Нет, вы ушли совсем. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы ушли совсем. Бо я так плохо выглядел в этом ролике, это просто ужас. Нет, вот вы, сейчас я расскажу, как надо. Маленько отступите назад, 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 еще, еще. Вот теперь голову, как бы, вот так, вот так. Так, слушаю вас. Нет, так не пойдет, кверху. У вас подбородок скрывается, его нету подбородка. Осветите его. Еще повыше, повыше, вот так. Отлично, говори, дорогой. Хорошо. А скажите, что вам там не понравилось в ролике-то? Там тени так падали, что я такой жуткий глаз, как бы, не видно, пол лица видно. Ну, жуткое такое лицо получилось. Так нормально, я сейчас... Нормально, опять испортили все. У вас подбородок только остается. Повыше, маленько. Вот так. Хорош. Не трогайте больше, не задевайте. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Значит, Игнат Итихн, значит, связался со мной, значит, Виктор Скуратов. Да, я знаю его. Из Америки. Да, да, да. Он целый день просился с ним связаться. Я, конечно, связался. Решил, что надо с людьми общаться, правильно? И такой момент, что он начал мне там рассказывать вещи, ну, которых я не наблюдаю. То есть он говорил о вас, но я этого о вас не вижу. А я знаю, он пакости большие делает. Он из баптистов пришел, он как лазучик какой, он ничего не знает в православии. У него баптисты все одинаковые, у него каша в голове. Я знаю его. О нем говорить я даже не желаю ничего. Нет, Игнат Итихн, я что хочу сказать, что самое главное, чтобы вы знали, чтобы там обо мне не говорили вам. Я вас очень люблю христовой любовью, любовью Иисуса Христа. Я вас уважаю. Вы для меня человек, которому я, так скажем, хочу подражать как мирянин в вопросе проповеди, понимания Слова Божьего, изучения любви Слова Божьего. То есть, чтобы вы были готовы. Мало ли, интернет, понимаете, сейчас такое время, все, что хочешь, могут скрутить. Так, я вопрос сразу задам по делу. Что он вам говорил-то? Скажите, чтобы я знал. Ну, мы говорили долго, я с ним беседовал. Игнатия Бринчанинова мы подняли. Я увидел, что человек, говорит, он у него стоит там, пылится. Он его не понимает, не читает. То есть, второй момент, ну, много чего там по мелочи, я пытался ему доказать, что не смотри на внешние какие-то факторы, смотри на то, что пишет человек. Вот из этого исходи, читай, начинай читать. Не смотри там, вот он кричит, допустим, вот он диктатор там у себя, ну, у вас. Ничего положительного, ничего абсолютно не дает. Он только ищет, как принизить, а дальше ты ему век не нужен. Это чисто патриархийное свойство. Тебя оторвать, а потом-то выбросить и на свалку. Он тобой заниматься не будет. Ну, он начал предъявлять факты, что якобы он словесны, на словах факты. То есть, документально он ничего не предъявил. Я ему говорю, покажи мне, что ты записал, покажи мне документально. То есть, то, что там зарубежная русская православная церковь, якобы не дает подтверждения этим документам, которые у вас есть на благословение проповеди и тому подобное. Но самое это не... По порядку, по порядку. Вы одно скажите, и сразу обсуждаем. Что документы о проповеди? Ну, вот документ, который у вас есть, благословение зарубежной православной церкви, что вы можете проповедовать, которую вы выложили, что это якобы фикция. Так, обожди. В первую очередь, у меня ничего нет. Вообще у меня ничего нет. Просто я уверовал, взял Евангелие. Это не благословение. Идите по всему миру. А у меня митрополита грамота. Выставлена она. Зайдите на мою страничку, и она там на первом месте стоит. Найдите, глядите. За подписью, с печатью Синода. Зачем надо клеветой-то это заниматься? Это сатана. Я с этим говорю. Скуратов задушил митрополита Филиппа. Это его отростки растут. Не, но мы должны... Я к чему призываю? Что мы должны с любовью... Я призываю к чему? К тому, чтобы было все во свете Библии. Кстати, откуда эта фраза? Во свете Библии? Во свете Библии? Да. Как откуда фраза эта? Ну... Исаия, 5 глава, 20 стих. Ну, я имею в виду, что я хотел услышать... Исаия, пророк Исаия, 5 глава, 20 стих. Запишите. Сейчас, сейчас. Ну, Игнарий Тихонович, ваши... Понимаете, как... Мне, чтобы найти эти слова, надо потратить время. А у вас спросил 2 секунды. Исаия. Исаия, 5 стих. Пятая глава, 20 стих. Книга пророка Исаии. Все, все, все. Просто мне эта фраза так понравилась, что... Вот я призвал его во свете Библии смотреть на вас, на вашу деятельность. Во свете Библии. И, таким образом, я призываю всех христиан, православных, друг друга жалеть. Слушайте, внимательно. Давайте, давайте, говорите. Быть терпимей, общаться, но во свете Библии, как вот нам говорит наш пророк. Дальше. Главный вопрос, который, конечно, я... Все, что я его не спрашивал, к сожалению, он... Все каша, каша, каша и каша. То есть, ничего не понятно говорит, говорит там много-много информации. Но, якобы, зацепились на мощах. Ну и что? На мощах. И вот я, Геннадий Тихонович, мы с вами ни о чем не говорили. Правильно на эту тему? Смотрите. И говорили, ему-то какое дело до меня? Он следом гоняет. Я вот вас спрашиваю. Тарасий, давайте догадимся так. Ему какое дело до меня? Он гоняется за мной, следом. Гоняется. Ему век не нужен, и ты не нужны. Его сатана тянет и тянет. Наши цели его привести. Мы с ним когда говорили с ним, он сорвался, давай, еретик и прочее. Я понял, это лазутчик. Лазутчик. Он ничего не может принести положительного, что имел у баптистов. У баптистов столько хорошего, он ничего оттуда не принес. Он ухватился за самые неопределенные мощи. Да мы когда ждем человека нового, который придет, Павла, слушали до утра. Его слушать-то ничего он не может. Он, когда говорит, он всегда развалившись, лежит на спине, как парализован. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, родненький. Но мы должны его привести ко Христу, правильно? Вы его не приведете, не приведете. Он все слышал и все попрал. Вы должны все равно пожалеть его, правильно? Слушайте, 20 стих. Вот я считаю сейчас книга пророка Исаия. Исаия, 5 глава, 20 стих. Я сейчас вам прочитаю его. Горе тем, которое зло называет добром, и добро злом. Тьму посчитает светом, и свет тьмою. Горькое посчитает сладким, и сладкое горьким. О чем речь? Вот вы прочитали первый раз. Так. О чем речь? Они... А теперь по порядку дальше читаем. Исаия еще запишите. Исаия, 8 глава, 20 стих. Да. Вот эти два места мы должны взять в основу. Обращайтесь к закону, не к мощам. К закону, к Писанию, к Библии. И откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть мы должны обращаться к свету. К свету. А где этот свет? Дальше читаем мы. Книга, Псалтырь. Можно немножко комментарий? Давай. Значит, такой вопрос. Вы же догматы православных не отрицаете. Как же я могу отрицать? Так. Вы же понимаете и признаете, веруете в то, что наше тело – это храм Духа Святого. Какой разговор? Ну, то есть дальше. Вот я просто это говорю для людей, чтобы поняли, о чем идет речь. Что самое... Да, да. Запишите сразу еще. Да, да. Псалом 118. Есть. 105 стих. 105 стих. Слово Твое, то есть Святая Библия, светильник в ноге моей и свет в стезе моей. То есть мы все должны рассматривать во свете Библии. Еще одно место. Второе Петра. Второе Петра. Инатихич, такой еще момент. Такая мысль вот родилась. Не забудьте, я сейчас закончу эту мысль, а то мы уйдем. Да, да, да. Второе Петра. 1, 19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Слово это Святая Библия. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот эти места показывают, что мы все должны рассматривать во свете Библии. Вот вы задали вопрос, я вам ответил. Инатихич, но я хочу немножко внести ясность для людей, вас немножко не понимают. Немножко. Я пытаюсь объяснить, что вас не понимают по одной единственной причине. Что вы говорите цитатами, и человек немножко может запутаться, ему надо разъяснить. Если вы дадите мне такую возможность, вот я за себя скажу. Когда я пришел к православию и начал изучать это учение, этот свет, как говорится, то я увидел по телевидению в начале своего пути такое явление. Наш Алексей Второй, помню его свой, он держит в руке руку от скелета и целует ее. Я как сейчас помню, у меня был двухдневный шок. Что это вообще? Понимаете? Мне пришлось приложить кучу, массу усилий, чтобы найти ответ, что это. Потом я понял, ну, нашел, что это десница Иоанна Предтечи была. Что в православной церкви есть такое учение о мощах, о святыне, о всех этих моментах, связанных с мощами. Но, маленький нюанс, у меня была возможность, время и желание это все найти. И теперь я обращаюсь к тем людям, к тем только возможностям, к простым людям, допустим, к сектантам, мусульманам, людям из деревень, которые не знают этот догмат. И он очень сложный для понимания. Поэтому главные догматы, это те, что даны в символе веры нашей. Их нужно дать людям. А вот именно понятие о мощах становится препятствием. Я лично вас так понимаю, что для проповеди, допустим, мощи становятся препятствием для понимания главнейших догматов, более важных. Вот так вот понятно было. Может, я что-то не так говорю? Во-первых, о мощах догмата никакого нету. Это первая ошибка. Я имею в виду учение православной церкви. Ну, православное, православное. А почему они берут выборочно? Почему они берут, когда говорят о мощах, не говорят ни о Семене Стопнике, ни Антоне Великом, ни всех, которые намертво запретили прикасаться к мощам? Почему они этого не говорят? А я жития насчитывал. Он их не знает, Виктор, ему они век не нужны. Ему главное, что он видит, что здесь во свете Библии. А у него нет. Он с вами разговаривал. Посмотрите, как он лежит всегда. Ну, это ужасно. Это не просто так. У него нет ни напряжения, ничего нету. Это ужасно. Я ему век не нужен. Я ему ничем не должен. Он мне должен. Я ему книги посылал, но мне копейки не выслал. Я ему книги посылал в Америку. На самую минимальную пенсию. Уж на то пошло рубля. Доллара не выслал ни одного. Я и не просил. Игорь Тихонович, я не об этом сейчас. Не перебивайте, я поясню. Я ему не нужен. Зачем он за мной гоняется-то? Он маленько посмотрел по моей биографии, он понимает, что я ему не по зубам. Абсолютно. Игорь Тихонович, здесь зависть. Понимаете? Поймите, это зависть. Это зависть сатанинская. Да, рождает ненависть. Вот смотрите, мне приходится менять немножко разговор о зависти. Иосифа, одного из двенадцати сыновей Якова, продали в рабство. Его едва, едва Иуда, один из братьев, звать его Иуда, спас от смерти, в колодец бросили и продали. Они хотели убить его. И более о нем в Библии не написано. Он там был продан в доме Патифара, потом разгадал сны и прочее. Но когда мы считаем седьмая глава Деяния Апостола, там говорится, Стефан, первомученик, и говорит, и братья продали Иосифа по зависти. Если бы сказали братьям, вы его гоните по зависти, одежду с него сорвали, кровью ягненка помазали, отца обманули, что его зверь растерзал по зависти, они бы сказали, кому завидовать, мальчишка? Дух Святой запечатлел от зависти. Когда Христа привели на допрос, Пилат, языческий прокуратор, никакого отношения не имеющий к иудейскому народу. И он, говорит, знал, что Иисуса из Нандарета предали из зависти. Первосвященники этого не знали, фарисеи, распинавшие его римляне, не знали, а Пилат знал. То есть он всех завистников выявил где-то. Это вы правильно? Он ничего не может дать. И он заходит, он пусть покажет хотя бы сайт, примерно, беседы, он ничего не может показать. Я, Игнатий Тихонович, я ему пытался это объяснить. Я ему сказал, что... Теперь о мощах. О мощах. Да. Господь послал нас свидетельствовать о нем, о живом воскресшем. И мы спасены кровью Христа. И когда мы считаем послание апостола Павла, он везде абсолютно говорит. Возмездие за грех смерть, а жизнь вечная во Христе Иисусе. И когда ангелы увидели женщин, которые пришли к огробнице, они сказали, что вы ищете живого среди мертвых? Они пришли к мощам. Даже к мощам Христа и то сказано, зачем вы пришли. Они искали мертвого, мертвого помазать. Но они не искали ни исцеления, ничего. За этим ничего нету больше. Что вы ищете живого среди мертвых? Эти люди, хватающиеся за мощи, они живого Христа не знают. Кроме того, мощи являются препятствием до двух миллиардов мусульман. Мусульман. До полмиллиарда разных сектантов. Они этого не понимают. А как тогда? Никак. Мощи должны быть захоронены. Откуда известно? Третья глава, да и первая глава бытия. Господь говорит, прах ты, и в прах возвратишься. Это в раю было сказано? Да как это в раю? Да то ты и оно, в раю. В раю, когда грехопадение случилось, весь род человеческий подвержен смерти. И слова Христа не бывают, что один раз сказал, и нужно их повторять. Жена Лота один раз повернулась. И больше о ней нигде неизвестно. И вдруг Христос говорит, читаемый в Евангелии, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте. Не оборачивайтесь туда назад. И здесь точно так же. Прах ты. Ну а почему ты не споришь? Ты скажи, а я не прах. Меня на база мируют, меня в мавзолее там вымачивать будут, в ванне, в растворах. Прах. И в прах возвратишься. Прах это тонкий слой пыли. Больше ничего нигде не сказано. Геннадий Диханович. Закончу мысль. Да, простите. Будьте внимательны, не перебивайте, иначе вам никогда не узнать. Считаем седьмая глава. Когда побивает Стефана, и написано, это уже Новый Завет. И мужи благоговейные взяли его и похоронили. Почему они не стали резать его на фаланги, не стали фаршировать, зашивать в одежду куда-то? Это все выдумки. Не имея живой связи с Богом, люди пошли к мертвецам. А иметь уважение к мощам, это означает счастье с песнопением похоронить. Это самая высокая честь. По указанию Божию, прах ты и в прах возвратишься. Всегда хоронили? Всегда. Они цепляются за мощи Елисея. Правильно. А почему это было-то? Потому что веры-то настоящей не было, и Бог показал, что это был пророк, над которым дети смеялись, уходи, пляшивый. И Господь показал, что его кости пророчествуют и после смерти. Ничего больше за этим не было. Больше к Елисею никто не подходил, никто не исцелялся, никто его не резал. Они даже-то бреднями занимаются-то. Бог однажды сделал, этого достаточно. Однажды Бог показал Моисею, ударил в скалу, и вода потекла. А было еще больше, больше не было. Но пример остался. Один раз живем, сошли в ад. Но это помните, это навсегда. Это навеки всем, кто отделяется от церкви, путь туда. Говори. Игнатий Тихонович, можно я обращусь сейчас к братьям и сестрам, к братьям, как правильно, немного вопрос, объяснить, что происходит. То есть, пытаются произвести подмену. То есть, мощи и учение о мощах закрывает более главенствующие, главные догматы. Понимаете? Вот что я перевожу вам Игнатия Тихоновича. То есть, закрывается вера в Творца, в Бога, в Иисуса Христа. То есть, все символы веры становятся на второй план. На первый план выносятся мощи. А это уровень, уровень понимания этого учения на несколько, порядка выше. Простой человек на начальном уровне, он не сможет этого понять. Это его отталкивает. Поэтому, сами святые, вот Игнатий Тихонович ставит себя на место этих святых. Я вам просто его уже перевожу, потому что он говорит на высочайшем библейском языке. То есть, он ставит себя на место этих святых. И вот представьте, его мощи, я к примеру беру, является препятствием для проповеди о том, что есть Иисус Христос, есть Евангелие, есть Бог, поймите, вам дают эти мощи. Вот о чем он просит. Вот что понимаете, только перевожу на простой язык перевожу. То есть, я лично присутствовал, лично, в деревне, где люди не могут креститься, не знают, кто такая Престая Богородица, не знают, кто такой Иисус Христос, не имеет ни малейшего понятия Евангелия. Мы стоим, держим мощи, ковчежик с мощами. Я держу мощи, ковчежик этот, люди приходят, им говорят, вот, прикладывайтесь, это вам поможет. Девушки, понимаете, вот здесь Плохо слышно, перерываются слова ваши, посмотрите, там с микрофоном что-то. Да нет, правильно, просто связь, наверное. Ладно, маленько, назад еще, отделитесь назад, вот так, хорошо. Тут вот какое дело. Я вас правильно понял. Вы правильно понимаете. Но дело в общем, это человек, пришедший от баптистов, как он говорит, и прийти от баптистов, имея там правильное понимание о Христе, о Троице, о Библии, и начинать только за мощи хватать, он вообще никакой. Ну, я в беседе выявил более страшное явление. Он в беседе объявил, заявил, что, о, в один определенный момент он сказал, Тарас, вы сейчас чувствуете, Бог присутствует, и он работает, он помогает, он сейчас действует. Понимаете, вот эта фраза, это самая фраза. Человек уже заявил, что у него есть дар различия духов. Понимаете? Нет ничего этого, нет, ты даже говоришь, ладно. А это уже, это уже страшное, страшное состояние. Но я не объяснял. Мы закончили, о нем говорить больше не о чем. Все, проехать, да. Он как волк рыскает, где что украсть, убить и погубить. Нет, мы должны, мы должны его пожалеть. Он не может привезти никого, вы не знаете, какие плоды его здесь растут. Он с одной, который переписывался, ее уже в общем не нету. Догадываюсь, Игнатий Тихонович, догадываюсь, но надо все равно, что нам как, ударили нас, мы должны подставлять другую щеку. Правильно, я правильно понимаю? Во свете Библии есть. Я молюсь, у меня не о чем рассуждать. Я один раз вам сказал, к этой теме не возвращайтесь. Все, забыли. Мне нравится ваш подход. Я спрашиваю, как на работе у вас дело обстоит? На работе как? Все нормально, в январе ухожу в рейс. Игнатий Тихонович, такой значит момент дальше. Вот Тамара Умнова, да, вы с ней встречались. У нее есть эти книжечки, да, ваши? Да. Она в Одессе. Могу ли я взять и ксерокопировать для себя? Ни больше, ни меньше. Не для распространения. Да нет, это не надо. Легче, как мы с вами договорились. Вы мне даете адрес, который московский, у вас, который приезжает туда. Я посылаю туда книги, и вы их там берете. Какие книги? Что дорого, Игнатий Тихонович, очень дорого. Я говорю, стоимость книги, стоимость там и здесь книги, это недорого. Это совсем недорого. Если вам нужно толкование Нового Завета, Нового Завета, это 75 евро, какая-то цена. Подождите, мне нужны три книжки ваши. Вот эти три, это 75 евро. Какая-то цена. Но все, договорились добро. Я только за... Кроме пересылки. Теперь на Украину пересылка может столько же стать. А сколько пересылка обойдется, я вам сообщу. Пересылка. Хорошо. Лучше на Украину. Потому что я связался там с москвичами, они... А на Москву там тысячи три, это ну 50 может евро будет стоить или не стоит. Лучше прямую на Украину, если есть возможность. Вы мне отдаете адрес, я туда присылаю и говорю, сколько это стоит. Все. Не переживайте... Это никак не превышает предела 150 евро. Какая же цена? А книги-то какие? Которые 50 лет вложены. Геннадий Тихонович, я с чего их и прошу, потому что для работы, допустим, для чтения, для проповеди труд уникальный. Согласен. Так, я сейчас прошу вас. Скажите, вы флаг Украины знаете, как он выглядит? Ну, конечно. Как выглядит? Называйте, чтобы я... Я не могу видеть, но по описанию расскажите, как он выглядит? Какие цвета? Как они расположены? Полосы эти? Ну, цвета два у нас. То есть, голубое небо и желтые подсолнухи. Подсолнухи? Да, так, 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 так. Он еще это не означает. Небо и подсолнухи к тебе это никакого отношения не имеет. Подсолнухи. Я хотел вам рассказать сегодня... Так, послушайте, я вам хотел рассказать сегодня о российском флаге. Я слушал. Слушал, мне очень понравилось. Этот флаг вне национальной, вне временной и вне религиозной. То есть, он абсолютно... Его могут этот флаг иметь мусульмане, буддисты, могут иметь сегодня коммунисты, фашисты, кто угодно. Этот флаг для всего мира. Это флаг не человеческое изобретение. Слушайте внимательно. В первую очередь, сначала разберем род человеческий. Все люди рождаются одинаково. Об этом Соломон говорит. И плачем, я обнаружил жизнь. Плачем. Мать меня вскормила молоком. Все люди рождаются одинаково. Один выход и один вход в землю. Независимо от того, ты это князь ты или крепостной раб. Все мы рождаемся в кровях. В кровях была ты вся. Это мы считаем у пророка из Икииля. Ну и так понятно. Ни одна женщина без крови не рождает. Не рождает. С этим очень многое связано. У женщины, если прекращается обыкновенное женское истечение крови, то это означает, что к защатию она уже не способна. Ее ров высох. Как Ян Заттавус говорит, и в сухом рву произвращает росток. Рождается Исаак отца столетний. Вообще смех был. Она говорит, смех сотворил мне Господь. А смех по-еврейски Исхак. Она назвала его смехом. Так вот, я спрашиваю. Все люди рождаются одинаково. Да, одинаково. Вот это красная полоса. Кровь. Дальше. Вся человеческая жизнь у всех и всюду это война заботы с кровью и с потом. Но Бог дает мысль всем. Заботься о вечности. О вечности заботятся христиане. Всех на именовании. О вечности заботятся мусульмане, буддисты. Какие бы ни были названия. Даоцисты там, конфуциане. Все одинаково. Вот это голубая вторая черта. Четко отчерчена. Самая нижняя к земле. От земли дальше нет. Она прям на земле может. Флаг можно на землю поставить и растянуть. И третья полоса белая. Почему? Все, какие бы мы ни были, мы верим, что отвечать придется за все. В этом мы верят христиане. Верят мусульмане, верят буддисты, верят старые египетские веры, язычество. Все верят. А как? А мы считаем 20 глава откровения Иоанна Богослова. Он говорит, там 4 стих 11. И видел я великий белый престол. Престол. Видел сына Божия, от лица которого бежали небо, и земля. Вот это синее небо и земля исчезает. Останется одно белое. Великий белый престол. А могут ли мусульмане сами такой флаг создать? Не могут. У них о белом престоле не сказано. Ни у кого. Поэтому флаг российский, это проповедь всемирная для всего мира. И когда смотришь на него, то верхняя белая полоса, она сливается с небом, ее как будто не видно. То есть она переходит в вечность. Это земля кровь. Как поэт был Мицкевич и говорил, земля от коры до центра пропитана кровью. Все на крови абсолютно. И терроризм, и доброе, что и мы хороним везде кровь. Вот это полоса всем. Задумайся о небе, для чего ты рожден. Думай не только о теле. Мы храм Бога живого. Храм, в котором живет Дух Святой. А далее, далее Великий Белый Престол. Как бы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Вот как. Этот, когда, конечно, на флаге никаких там двуглавых, трехглавых не нарисовано, ни птиц, ни зверей. Вот российский флаг, он вне временно. Он тысячу лет назад такое же объяснение жизни. Это жизнь человеческая. Родился в крови, думая о небе, помышляя о горнем, а не о земном. Почему голубая нитка была у первосвященника, напоминание о небе, которая была пурпурная, у него в ризе, она напоминала о крови. Возмездие за грех смерть. Человек должен умереть. И далее, небо о небе, Ветхий Завет ничего не мог сказать, кроме того, что сказал евангелист Иоанн. Вот что такое российский флаг. Не потому, что я патриот какой-то, он где бы ни был, объяснения другого нет. А какие-то подсолнухи, в Германии полосы стоят поперек, вот так вот, черная-то, русская область, достает уголь, прекрасно. У Америки там звездышки, у Англии волнистое, владычество морей, прекрасно. Но какое это отношение имеет ко мне, сжимущему в России, в центре, или Африканской республике, когда она посреди Африканского континента, выхода к морю нету. Какое? Никакого. Российский флаг для всех народов, от Адама до последнего человека. Инатий Тихлович, можно прокомментировать? Пожалуйста. Значит, просьба этот момент не давать в эфир, потому что, если меня увидят, меня могут застрелить. Тогда не говорите, не надо, потому что там все будет выставлено. Я просил никогда ничего тайного не говорить. Да, просто хочу сказать главное, что я очень уважаю российский флаг, я уважаю украинский флаг, украинский, украинцев, но я уважаю на то, что делают украинцы, они почему-то только пробуждают у всех ненависть к Украине и к украинскому языку. Я закончил украинскую школу, я люблю этот украинский красивый язык. Святые наши украинцы Ио Почаевский, Амфилохи Почаевский говорили на украинском языке, мои предки говорили на украинском языке, это прекрасный украинский язык. Сейчас, к сожалению, делают так, что к этому языку ненависть, страх, озлобленность и это просто кошмар, что происходит. То есть, я, я уважаю украинский флаг, уважаю русский флаг, я должен это говорить, извините, Игнатий Тихонович, но жизнь такая, понимаете. Но я... Тарасий, я поясняю, я говорю не об уважении к флагу, а о значении его. Значение какое. Американский флаг, какие звезды, штаты означает каждая звездочка, это все объяснимо. Но это жизнь, человечество, не человека, человечество, от Адама до последнего. Все рождаются в крови и уходят. Это земля. Земля. Дальше. Всех мысль пробуждается, зачем я живу. Помышляйте о горнем. Это понятно. И дальше великий белый престол. Мусульмане, независимо от того, кто верил египтяне, как ассирийцы, хеты, все предстанут на суд белый престол. Он выше всего и выше к небу. Я говорю о значении, что заложено, а не то, что я люблю, я его не люблю. Это проповедь. Проповедь вселенская в нашем флаге. Во свете Библии вы видите вот такое интересное толкование российского флага. А другого нельзя дать. Световой флаг. Я даже флаг забуду. Давайте наша жизнь. Просто уберем флаг. Его нету. Иначе такой вопрос. Сейчас я закончу. Вы согласны, что человек рождается в крови? Все говорят да. И что везде проливается кровь и войны. Да так. Ну вот это вся красная полоса для всех, как у советских было. Теперь вы согласны, я спрашиваю, что мы родились для того, чтобы получить жизнь вечную. Что мы должны помышлять, как жить для Бога? Если о Боге не помышляешь, а Бог это синее небо, кверху понять. Бог на небе, а мы на земле. Везде говорится Бог на небе. Все согласны? Все согласны от Адама. Ну а что на суд престола? Не надо соглашаться. У нас написано великий белый престол. Все. А теперь это, что я вижу во флаге, эти полосы, красная, синяя, белая, и в таком порядке они идут кверху и сливаются с небом. Это не мое толкование, это библейское. Я сначала разбираю человеческое общество от первого до последнего, а потом гляжу, где это выражается. Выражается в российском флаге, они даже этого не знают. Я когда спрашивал, ну я вел занятия в разных отделах милиции, а что у вас означает этот триколорный флаг? Не могут ни один объяснить. А почему три полосы? Почему в таком порядке? Не знают. А можно перевернуть? Нет, нельзя. Когда в Беловежской пуще это подписали, они там развал Союза-то, и утром-то пьяный проснулся Борис Николаевич Ельцин, то увидел на Кремле флаг висит вниз белой полосой. Он заматерился, написано. Это Коршин пишет. Заматерился, да что же они? А он подошел, говорит, Борис Николаевич, никто ничего не знает. Да мы вчера все тоже рабочие тоже были на родостях. Ну и полезли там, перевернули и все. Я не раз видел, на российских машинах кверх ногами стоит. А кверх ногами он уже ничего не означает. Нету, на земле нету престола Божия Белого. И на небе нет крови. На земле кровь. Поставьте на место. Это не мое толкование, это библейское толкование во свете Библии. Но мне это Бог открыл, и я стал об этом говорить. А кто-то оспаривает, не один. Я разговариваю с мусульманами, какие бы ни были, все соглашаются, все рождаются в крови. Но мы должны думать о будущем. Конечно, все соглашаются. Наш тут Божий будет, будет, а как он будет, не знает. Я открываю Великий Белый Престол. Последнюю полосу я должен взять из Библии. Остальное везде понятно. Так что вы тут не извиняйтесь и никак. Вы любите Украину, я ее люблю. Мне не надо прививать любовь к Украине. Вокруг меня. У батюшки жена Антоненко, Володя Пащенко. Ясно, это не русская фамилия. Виктор Николаевич у нас Савченко, а ехал шофер Кручина. Да у нас половина тут все украинцы-то. Я не могу отделить от русского народа. Это мой народ. Украина, это мой народ. Геннадий Тихонович, такая вот мысль, тема. Значит, раньше в Византии, ну, я вот слышал исторический факт такой, когда у человека спрашивали, кто ты по национальности? Он отвечал, я православный. Неправильно. И на Руси, и на Руси было такое, что русский, это значит православный. Нет, русские, это и баптисты есть, и адвентисты, и мусульмане многие переходят. Неправильно. Русские, значит, как писалось раньше. А почему сейчас не пишут в паспортах евреи? Евреи поставили вопрос, такой, к нам гонение, и поэтому, раз еврея нельзя записать, значит, и других нельзя. Из-за евреев у нас отняли, это главное, образующее, русские, а его убрали. Это незаконно. Но теперь в паспортах даже нет национальности. Это евреи. Так вот, сейчас, мне кажется, надо объединяться вот по признаку не национальности, а именно того, что ты исповедуешь, какую веру. Ну, мое мнение. То есть, мне кажется, это прекрасная мысль. Я вот ее услышал от преподавателя Киевской духовной академии, он эту мысль высказал, что кто ты по национальности? Мне кажется, это уже нужно людям осознать и принять, что мы православные, вот наша национальность. Православие это вероисповедание, вера. А национальность это отдельно написано хитей, ферезей. У них был один Бог, но они в Библии все одинаково называются по своим. Ну, это бы решило множество вопросов, мне кажется. Нет, не надо. Не надо. Я вам сейчас говорю, а вы скажите, а как доказать это? Национальность? Апостол Павел говорит, во христе нет ни иудея, ни елина. То есть, это греческое растение. Нету, нету, но оно постоянно подчеркивается. Епифаний, и написано, он еврей. Иоанн Златоуст грек. Грек. Он православный и я, но надо подчеркнуть, какой нации? Ефрем Сирин, и вот так называют, такой он, Сириец. А теперь как? Макарий Египетский. Церковь постоянно в названии подчеркивает национальность. Египетский. Египетский. Он в Египте был. Вот я хотел показать вам Деяние апостолов. Сейчас открываю и прочитаем. Вот. Вторая глава. В христе нет национальности, мне кажется. Нет. Это умирает. По отношению национальность-то есть, но отношение такое должно быть, что мы братья родные. Во свете Библии мы все христовы, правильно? Ну, так-то так. Но национальность есть. Смотрите. Деяние апостолов. Запишите. Да, да, да. О национальности. Деяние апостолов. Вторая глава. Восьмой. Восьмой. Одиннадцатый стих. Восемь тире одиннадцать. Считай. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. Пальцы загибай. Барфяне, Медяне, Еломиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Конта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Киринея, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты. То есть, около пятнадцати национальностей перечисляются по нации, а они все еврейской веры. Не по вере. Это вы постарайтесь запомнить. Это в Новом Завете, при сошествии Духа Святого, никто не сказал, а мы христиане. Можешь так называться, но из человека есть национальность. Вот я прочитал. Прочитал из Святой Библии, Деяния Апостолов. Зачем Павел перечисляет? Это Лука перечисляет. А показать к тому, что всякая нация, Господь смотрит, она им создана. И Дух Святой касается всех людей, какой бы он нации ни был. Вот как. Значит, во свете Библии все-таки национальность нужна. Обязательно. Как нужна? Она была и будет. Как она? Не в том дело, что... Ну, видите, рождается куча проблем, масса проблем с этой национальностью. Несколько нету. Еврей, значит, Павел говорит так, я, и про себя говорит, израильтянин, откуда он и перечисляет? По ущению фарисеев. Павел зачем о себе говорит? Я из колена Вениаминова. Он не только показывает, что он еврей, но из какого колена подчеркивает. Я алтайский. А ты говоришь, я одессит. Так и говори. Апостол Павел говорит, нам не надо мудрить, вот это нехорошо. Мы из Священного Писания видим, всегда показывалось, какой нация этот человек. Ну, я вам называю это православный календарь, и там написано Ефрем Сирин. Сирин это Сирия, Сирия. Из Сирии, да, но он не говорит о том, что он Сири, 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 как говорится, мусульманин, араб. Из места. Макарий египетский, он египтянин, египтянин. Ну, то есть, это же не национальность, получается. Это национальность, это национальность, египтянин. Он может быть, по национальности, там допустим, какой-то турок, араб, ладно. Василий Великий, кто он? И сразу в его житие написано грек. Грек. И когда он проповедовал, а пришел Ефрем Сирин, и он сириец, он не понимает языка греческого. Его житие написано. И он помолился, говорит, Василий, чтобы я твою речь-то понимал. И Бог открыл ему, он стал понимать по-гречески. Подчеркивается сразу, он сириец, и стал понимать по-гречески. Это и так мы удивляемся. Но во Христе мы новая тварь становимся. Но новая тварь во Христе, мы духовно. А по паспорту так и остаемся. Но я о духовном, что могу ли я так говорить? Мне очень это нравится. Хорошо. Царь Николай был какой национальности? Царь Николай. Ну там английская кровь, немецкая кровь. У него русская кровь... Русская кровь очень мало было. 3%, 3%. А у Алешки только полтора. Но его жена Алиса, она была стопроцентная немка. И нигде не скрывается это. Она немка была. Она немка была, православная христианка. Она была очень ревностная, искренняя. Но она немка. То и удивительно. Ну вот, ценность-то, православный христианин, мне кажется, затмевает национальность. Это выше, это новая тварь. Не так, что одни бог нации любит. Я уверовал. Эх, был бы я еврей, мне бы бог небо открыл. А я уверовал, но я, бог меня знать не знает. Такого нет. Во Христе, во Христе, когда уверишь. Во Христе, не по паспорту. Нет Иудеи и Елена. Во Христе. Во Христе. Я об этом и говорю. Что меня сейчас спрашивают, ну что за кого-то? Я говорю, я за православие. Вот моя позиция. А я не так. Вынуждает. Я отвечаю, я за истину. А где истина? Я говорю, во Святой Библии. Я за истину. Чтобы истина воссияла. Истина есть Христос. Истина есть Христос. Аминь. Аминь. Все, не буду... Так, вы мне сейчас на mail.ru, в моем мире, скиньте ваш адрес московский. И я вам пошлю туда трехтомник. Гнать Тихонович, московский адрес провалился. Не получается через Москву. Я что и хотел вот это сказать. А у вас знакомых нет, которые где-то там поближе живут? К Украине-то. У меня разницы нет, лишь бы в России было. Ну, такие знакомые есть, но чтобы они напрягались, целая проблема. Ну, они для них получат, они попутно вам привезут и все. Ну, нет, нет такой возможности. Нет. Сейчас вообще проблема проехать к нам. Ну, напрямую давайте, там будет маленько подороже вам. Не вопрос. Российская. Вы мне свой адрес давайте украинский, и вам пошли на Украину. Но так как это два пакета, я приложу еще вам и к истинному православию. Иначе пакет там полупустой будет. Приложите? Хорошо. Спасибо. Это все о крещении, обрадобрить и все остальное там. Я и 40 лет собирал материал. Уникальная книжка. В электронном виде она у меня есть. Но бумага... Вот Олег Стеняев, кстати, он очень попросил в своем проповеди об апокалипсисе, чтобы люди сейчас все-таки собирали эти книги, старались их и в бумажном виде, и в цифровом виде подсобирать, копить. Потому что, судя по всему, идет такое время, что это все будет запрещено. Не найдешь потом ничего, ни одного листика. Правильно. Поэтому, когда меня арестовали, у меня нашли даже архипелаг ГУЛАГ насчитанный в 11 экземплярах. Теперь, если один экземпляр, я для меня. А статья гласит распространение. Слово распространение в статью вмонтировано. 11 я не мог для себя иметь. Ясно, я кому-то их готовил. Вот поэтому статья и сыграла. И я когда ездил по России, говорил, учитывая, что у меня 72 рубля. Вот, накиньте, 72, я сторожем работаю. 72. А один магнитофон, стоит 320 рублей. 320. А у меня изъяли одновременно 15 магнитофонов. Ну-ка, прикиньте, куда пойдет теперь? На 72 рубля. Кроме того, я закупаю пленки. Это сразу, речь идет о тысячах пленок. Умножь каждую на 6,5 рублей. Умножь. Я работал, работал печеньком. И когда я был в России, ездил, ну, Россия-то, имею в виду, там, за Урал, в Москве, я сказал, кто возьмет у меня готовый оригинал насчитанный, с которого можно уже теперь тиражировать. Вот. А они у меня на скорости 4,7 сантиметра в секунду протягивает лента. 4,7. Но там есть скорость 19. и идут 4 дорожки. В одном направлении две дорожки, там кнопки переключить и обратно. У меня появился мастер, который сделал так. Оригинал, который у меня на 4, вместе с этим, главный, на котором стоит оригинал, там, где давишь, чтобы записывал, там, колпачок стоит, чтобы его не нажать случайно. А одной кнопкой я срываю все 10 магнитофонов. И они пишут на скорости 19, одновременно две дорожки туда и обратно и выскочило. То есть я ее записываю, ну там, сколько там, минут 20, а слушать ее 8 часов 20 минут. А когда слушаешь, опять на 4,7 переключай. И этот оригинал я даю. Даю оригинал, даю магнитопоны бесплатно и 3000 рублей, прикинь, 3000 при моем-то зарплате даром, чтобы кто-то снял с меня вот это. Я уже хочу заниматься другим, потому что меня уже со всех сторон засекли. И ни одного человека я это объявлял среди православных обществ. И никто не взял, только один сказал, как бы эти деньги можно было потратить на себя, я бы взял. И никого не нашлось, кто бы взял, кроме КГБ. И они взяли. Жаль, что там нет еще и толкования Ветхого Завета. Было бы вообще бесценным. Ветхий Завет это отдельно. Эпифания. Это эпифания там критская. Но это подсобрать надо, подборку сделать. Это тоже такая работа. оцифровывать. И опять никого нет. И мне пришлось самому полностью златоуста, а уже оцифровывать на той скорости, на которой говорит. Игнатий Тихонович, такой вопрос, вот слово Иегова. Да. Вот сейчас много таких споров идет, что нету такого слова получается. Нету, да? Да, все-таки ну вы слышали, да, этот ролик пытается объяснить Иеговистам, что это все-таки перевод просто немножко неправильный. Ну ладно, не будем мудрить. Слушай внимательно. Бытие записывает 22.14. Запишем. Да, да, пишу. Инорё, Коврам, имя, месту тому Иегова, Иере. Посему и ныне говорится, на горе Иегову смотрится. Второе место. Исход 3.14. А в греческом Игвы... Не надо, не надо, у нас Библия есть, не надо это мудрить. Церковно-славянском. Я говорю, у нас Библия, которая переиздана была всеми патриархами, синодом, за рубежом, всеми сектантами, католиками, всеми перепечатывается вот это, что я считаю. Заучились. Не надо. У нас каждое слово не так. Русское, Москва, это все не так произносят в оригинале. Иисус не так. У нас по-еврейски, если с еврейской, Ешуа. Но мы не будем говорить Ешуа. Раз уж от греков досталось нам Иисус, то будем считать Иисус. А я говорю, а почему Иисус? Я никогда не знал этого. Я говорю, а ну-ка запишите по-еврейски Ешуа. У меня здесь на квартире живет грек. Он говорит, взял ручку, говорит, а нельзя написать, почему буквы Ш нету в них варе, нету в алфавите, нету. И поэтому Иерушалаем, они перевели Иерусалим, Ешуа, Иисус. Нам зачем туда идти? Ну никто сегодня не будет молиться Господи Ешуа. Будут молиться Господи Иисусу. Цель одна помочь иеговеистам понять, что в первоисточнике... У нас в Библии, считаем, считаем. Не важно. Исход 3,14. Моисей спрашивает, как тебе имя? Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал, так скажи, сынам Израиль, сущий, Иегова послал меня к вам. Бог спрашивает его, Бог мог бы сказать, меня Саваоф зовут, как у этого, Сафония. Дальше. Исход 15,3. Записывай все время. 15,3. Господь, муж Брани, Иегова имя ему. Иегова имя ему. Исход 17,15. И устроил... 17,15. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя, Иегова неси. Пятый раз. Нет, я знаю, что они... Сейчас запишем, запишем. Исход 33,19. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою, и провозглашу имя Иегова перед Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Исход 34,5. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. Бог провозгласил. Судей. 6,24. И устроил там Гедеон жертвенник, Господу. Еврейский народ перенял все это и назвал его Иегова Шалом. То есть Иегова Мир. Он еще до сего дня в Офре Авеезеровой. И дальше. Осия, 12,5. Последний раз. Осия. А Господь есть Бог Саваоф, Сущий. Иегова имя Его. Все. Мне этого достаточно. Добро, добро. Добро. Ваше мнение это мнение очень... Это не мое мнение. У меня Библия святая. У меня Библия... Нет, но в греческом переводе и в церковно-славянском этого слова нет. Оно появилось... В греческом ни одного слова нет, русского. Ну зачем этим играть-то? Ну я же об этом и говорю, что если происходит момент для таких более тонких изысканий и переводов, то обращается не к русскому источнику, не к русской Библии, а к церковно-славянску. А это переводчики сделали? С чего ради вы переводчиков стали зазирать? Да, да. Ну это в принципе, это не важно. Кто переводил... Это важно, что смуту сеют. Ну да, на этом строить веру тоже. Вот недавно был Библия по благословению патриарха Кирилла. И все эти места есть. Переводчики были самого высокого уровня. Даже Александр Мень, я когда сказал, вы могли бы перевести? Он говорит, конечно нет. Он еврей. Он работает с оригиналом на еврейском языке, но такого уровня он даже засмеялся, да вы что, конечно нет. Кто переводил-то? Переводили люди, которые писали учебники в школы еврейские. Павский Герасим Петрович, Хвольсон Давид Авраамович, крещеный еврей, доктор филологии Лейпцигского университета. Кроме того, среди переводчиков два святых, нынче уже. Это Макарий Алтайский, канонизированный филарет, митрополит Дроздор. И притом это переводили четыре духовные академии. И что, они никто не понимали? Да их уровень-то с сегодняшним кто языком трепет даже сравнить нельзя. А кроме того, это отдавалось правительствующий Синод и Синод один день из трех присутственных дней посвящал новому переводу. И все утверждено. И издали уже сотни миллионов. И теперь начинают смутно сеять, недоверие. Это говорят люди, которые ничего наизусть не знают из Библии. Нет, нет. Это вот секта, вот свидетели Иеговы, что в самом названии они не могут быть не свидетелями и в самом названии, если у них есть, скажи. Дело в том, что они правы. Кроме того, имя Иегова в оригинале Яхва встречается около семи тысяч раз в Библии, в Ветхом Завете. Семи тысяч раз! Нам что непонятно-то? А его поставили Адонай, заменили греки. Ну вот, вот, вот. Об этом я и говорю, что. В первоисточнике нет этого. Ну хорошо, я вам сейчас вопросы попутно тогда задам. Вот смотрите. У вас если Библия рядом есть? Ну, в каком? На русском? На церковной славянке? Ну ладно. Ладно. На церковной славянке все перепроверил, там нету такого слова. И они не могут быть свидетелями, потому что у нас один свидетель, Иисус Христос. Как это, мой свидетель? Сначала сейчас я вам покажу, а потом к свидетелям вернемся. Смотрите. Матфея 27, 46. Матфея. И около девятого часа возопил Иисус громким голосом Илли, Илли, Ламаста Вахфани. Это же зачем эти слова оставили? То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Зачем? Я спрашиваю, зачем эти слова Лама Савахфани? Или смотрите, Марка, запишите, 5, 41. И взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа Куми. Что значит? Девица, тебе говорю, встань. Встань. Зачем Марк написал Талифа Куми, а потом дает перевод? Зачем говорит Авва Отче? Авва это не наше слово, это сирийское слово. Римлянам 8, 15. 8, 15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. А вы сыны, как в сыны, то Бог послал в сердца вашей духа сына своего вопиющего Авва Отче. Видите как? Нам спорить не надо. Если в оригинале так написано сирское слово, сирийское осталось, нам не надо его переводить. Мы должны знать его значение только. Зачем мудрить? Нам вообще ничего в руки брать не надо. Это говорят люди, которые Библию не знают. Они смуту сеют в тех, кто не знает. они не доверяются ничему. А переведутся... Эти расхождения это повод сирийским разногласиям и смуты. Я согласен. Это не разногласия. Это люди хотят показать, что они что-то знают. Я с ними встречался, которые вот так воюют. Они ни одного местописания наизусть не знают. И поэтому им это недорого. Какая разница? Ему нет никакой разницы. Мне есть разница. Есть. Святым есть. Они знали ее. Эту книгу. А они не знают. Ему разницы нет. Они Сергея Веринцев, там епископ Касьян переводили, новый библейский перевод. Они не знают. И поэтому спрашивать нечего. Вот вы сказали, кроме Бога никого свидетелей нет. свидетелей. касательно данного слова, свидетелей иеговы, то есть множество, но свидетель истинного Бога на земле был Иисус Христос. Вот такие вы будете спорить. Слушай внимательно. Записывай, напиши слово свидетелей, я вам сейчас покажу, что вы не правы на сто процентов. А они правы на сто процентов. Пишите. Второе законе 30.19 30.19 Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть. Иисуса новина 24.22 Иисус сказал народу вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему. Они отвечали свидетели. А еще что нам непонятно-то. Дальше. Руф 4.9 Слушайте, свидетели во множественном числе. Руф 4.9 Сказал в ООС старейшему и всему народу вы теперь свидетели тому. Руф 4.10 Вы сегодня свидетели тому. Руф 4.11 Мы свидетели достоделает Господь. Дальше. Псалом 26.12 Свидетели лживые дышат злобою. Псалом 34.11 Восстали на меня свидетели лживые. А вот теперь дальше. Свидетели Еговы. Исайя 43.10 Запишите. Вот откуда они взяли свидетели. А мои Еговы свидетели говорит Господь. А мои свидетели говорит Егова. Вы раб мой которого я избрал. Чтобы вы шли и верили знали и верили мне и разумели что это я прежде меня не было Бога и после меня не будет. Мои свидетели. Вот откуда свидетели Егова происходят. Исайя по Библии. Исайя 43.12 Вы только записывайте сами не найдете. Там 43.10 а это 43.12 Я предрех и спас и возвестил а иного нет у вас и вы свидетели мои говорит Господь что я Бог и вы мои свидетели говорит Егова что я Бог в оригинале написано прямо Егова дальше Исайя 44.8 Вы мои свидетели Вы об этом еще говорится Исайя 44.9 Лука в Новом Завете 24.48 запишите В Славянском есть такое вы смотрели именно вот я вам считаю сейчас Лука 24.48 Вы же свидетели сему Бог говорит дальше Иоанн 3.28 Христос говорит Вы сами мне свидетели Иисусу свидетели Деяние 2.32 Всего Иисуса Бог воскресил с чему мы свидетели то есть апостолы являются свидетелями Еговы все апостолы Деяние 3.15 А начальника жизни убили сего Бог воскресил из мертвых с чему мы свидетели мы Петр говорит Деяние 5.32 в Новом Завете свидетели ему всем мы и Дух Святой мы во множественном числе Добро Добро Игнать Тихоныч откуда они взяли что Иисус Христос есть Архистратик Михаил Ни откуда от безумия от безумия то есть это в Библии нигде они примерно ничего не могли найти на это даже намека нету дальше Деяние 7.58 везде свидетели теперь Деяние 10.39 и мы свидетели всего что сделано в стране иудейской свидетели 13.31 достаточно 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 я понял еще одно первое фестоникистов 2.10 свидетели вы и бог как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими ну что теперь скажешь дорогой мой Тарасис ну на посмотреть в церковно-славянском переводе интересно как там это все будет звучать я гляну мартирос написано во множественном числе свидетели ну все вопрос закрыт тогда всю эту тему не трогаем будем все-таки идти другим путем вообще не в свете Библии откуда это это из Библии взято 8.20 прямо говорит я перечислил места они подыскиваются за мной как один говорит у вас книги называется открытым оком а эти слова то сказал кто и дальше начинает Валаам Валаам ну я говорю ну и что да ка его Бог отверг ну и что ну отверг его когда отверг то глупые-глупые слова говорят и написано Дух Божий был на нем впереди-то предложение и он изрек в Духе Божьем а ка я по первосвященник был да и написано сказал не от себя что Иисус умрет за народ а будучи первосвященником я вам так завидую от знания вот Библии такового на таком уровне я бы так хотел тоже наизусть это все знать будешь знать я тебе даю гарантию будешь знать не столько дай Бог дай Бог если ты не будешь слушать никаких наветников которые тебе ничего дать не могут кроме яда ядов нет нет Игнатий Тихонович ну они же тоже христиане надо с ними по-доброму для многих слова христианин Златоуст говорит это звук вводящий других в заблуждение таких как Тараси они в заблуждении в искажении не не но меня как ввести в заблуждение это сложно я стою я за счет насчет себя я стою на камне нашего учения православной церкви я все встречаю с нашей да прости Ян Златоуст говорит если Ян Златоуст говорит я сказал ты сразу да где он сказал он говорит так для многих не для одного человека для многих слово христианин это только пустой звук вводящий других в заблуждение а они поверили что он христианин по делам проверяйте испытывать надо по делам пусть те которые вам наветничают и они по делу покажут по Библии покажут по жизни своей они ничего не могут показать у них ничего нету они могут за мной смотреть во первых у меня 38 книг меня легко ловить я сказал там выразился не так а у тебя если ничего не написано как я тебя поймаю а ты скажешь я не знаю понятно и тот который говорит у него ничего нету у меня 2500 роликов у него ни одного что он покажет вчера я просил предоставить мне факты никто не смог ничего предоставить а что говорили что говорили это все опровергалось сразу потому что там ничего нету такого поэтому они хватаются вы же знаете это наизусть все догматы каноны боже мой куда вы что смешно я канонами занимался дорогой брат я занимался три года я их переводил с церковнославянского на русский язык с церковнославянского я книги переводил вот когда говорят люди есть а ты что о себе говоришь о коме говорю больше никого у меня нет знакомых таких я говорю препятствий не было у меня в жизни не было что препятствия я хотел а не получилось у меня не было три года назад я сказал мы должны пройти я сказал откуда мы должны пройти весь европейский азиатский континент, где нас пропустят. И от Лиссабона, то есть от Тихого океана до Порта Находки, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. Мы прошли и вернулись домой живые. Пусть они попробуют, повторят. У них ничего нет. У меня в каждой библиотеке уже почти 500 библиотек, 450 с лишним. Подиски есть, это точно факт. Я дарю, дарю, пусть они подарят. Они даже счастникам, таким как вы, я продаю. Одна десятая часть должна хотя бы оправдать мне маленько, что-то. Да я понимаю, но все, Тихоныч, все решим. Решим, все решим. Это я для людей говорю, которые. Они ничего не могут. Я 9 десятых отдаю. Они десятину не платят, а воры перед вами. Воры. Десятину не платит вор. Я с ним разговаривать-то не могу. Он вор, не у меня, у Бога. Это святотатис называется. Свято, тать, у Бога. Святыни украл. Святая десятина. Один раз услышал, мне этого достаточно было, чтобы я перескочил на другой рубеж. Когда говорю, глаза на лоб лезут. 53 года плащу 9 десятин. Тем еще непонятно, кто я. Вот я заработал 100 рублей, 90 сразу отдаю на дело Божие. В тот же день. А сейчас я отдаю все 100%. Все. Мне Бог накормит. У меня и картошка есть, и мука, и все. Я ни одной копейки на себя не тращу. Нигде. В три этажа заплатки пришиваю. Пусть они поживут моей жизнью. И тогда увидят. Мы будем разговаривать, хоть маленько понимать друг друга. У них нету подвига. Нет веры. Во время, когда была советская власть, про Златоуста слышали? Вы им скажите. Вы слышали? Да. А Златоуста-то хорошее. Да. Сколько там? Двенадцать. Но их можно было найти? Нигде не было. В одном экземпляре у одного человека ни у кого не могли мы найти во всем Советском Союзе. Почему никто не позаботился, чтобы другие имели? Я должен был насчитать и распространить, и заполнить страну. Это моя роль. Я для этого родился. Жития святых тоже нету по одному тому. Я сумел достать с монастырей двенадцать томов насчитал и распространил по всей стране и за рубеж. Почему мне это надо? А вы за мной там ходите, подлаиваете, подвизгиваете. Это ваше... Вы другого не умеете. А мне? Это моя колокольня. Я с нее трезвоню. Зову любое покажение. Моя жизнь загадка для всех и для меня. Сектанты говорят, так знать Писание, так верить, так правильно понимать. И быть православием мертвой религии. Самая большая из тех, кто это православие сегодня. Они не могут понять, почему здесь я тружусь в церкви. Я в церкви тружусь. Я им объясняю. Это церковь. Вот и все. Ну а вы нервничаете вообще? Переживаете? Это сильно... Или как вы защищаетесь? Для меня братья католики. А как это так вы называете? Так называют, как патриарх называет. Ни один патриарх не называл их еретиками. А у них ереси там... Это вопрос другой. У нас своих хватает ересей. Да, будем бороться. Правильно. Вот и все. Я тружусь на корабле Божьем. Это корабль. Церковь это корабль. Где паруса надавая Дух Святой, окормящий Христос, Иоанн Златоуст говорит. Никакая даже. Смотрите, я сейчас быстро-быстро найду одно. Пока говорите, я открою сейчас стих найти. Это не просто так. Да. Ну, то есть, вам надо немножко так, чтобы кто-то более упрощал, объяснял то, о чем вы говорите. Потому что не все люди это понимают. Именно описанием. Послушай, я что, просчитаю. Толбать вас надо немножко. Я вам сейчас прочитаю мое стихотворение. Когда-то высчитал у грека Златоуста Про подвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам из буквой А не густо Поверил Иегове. Вот что странно. И странником пошел по Палестине, Оставив родственников, Прежние пейзажи. И ни его отнюдь, ни что наполовину. Не то, что нынешние лизоблюды наши. С утра до вечера у всех в иконостасах Чернели их башки, мироточили. И не задумался, видать, никто ни разу, Такой ли Бог, кто создал Палестину. И вдруг в тоске и в жажде доли лучшей Какой-то голос странно зазвучал. Стрела вошла. Неведомый был лучник. Потребовал оставить всех-то час. Конечно, плакали, навеки расставаясь. Собрали рухляц, скарб, свои палатки. Горшки делили снохи, тещи, свахи. При дележении все проходит гладко. Клубилась пыль за блеянием, коз. Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок, их черт понес? Здесь кладбище, отцов, такие травы. Но Авраам, тогда для всех Авраам, Шагал и ждал, прислушивался к небу. Он не Рахиль. Божков тех не забрал. Уже ощущался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда. Своим умом назад не ворохнулся. На небосводе яркая звезда. Под Валаама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил. В неведомое шел, Юродствуя так впрок. Теперь мы знаем. Он не мог иначе. Он был воистину отец, герой, пророк. 11 января 2008 года, Игнатий Лапкин. Понравилось? Спасибо, Бог. Красиво, да. В тему. Вот это. У вас стишок мне понравился. Там хотел поговорить о любви. Давай, поговорим о Высоцком. Давай поговорим. Спрашивай. Нет, нет, нет. О плотской любви. О плотской любви. Ну и что? Плотская любовь тоже Богом? И христианская любовь, допустим, христовая любовь. Вот люди, многие так общаясь, все-таки считают, что любовь, вот эта плотская наша, она и есть, вот христианская. Понимаете? Вот мне вот понравилось в вашем стихе. Она заложена в человеке. Ну да, но ее как святые называют, это, так скажем, низшая любовь, так скажем. То есть, и таким образом, ну вот, вот вся, мне кажется, западная христианская культура, она вот низана этим, что вот эти все отношения между мужчиной и женщиной, все это переносится как бы на любовь божественную. Вот в чем, мне кажется, разделение должно быть. И жесткое. Вот в стих у вас о любви, как раз там четко все. Я тоже сейчас, вы сказали, мне охота уже сразу прочитать стихотворение. Да, там у вас одна строчка, все четко дает. Вот у меня вот теперь послушайте. Вот у меня тут какая-то ошибка. Сейчас я посмотрю. А, вон оно что. Да, ничего, ничего, сейчас я попытаюсь. Я сейчас, потому что мне плохо видно. Да вот, я нашел уже. А что вы нашли? А вы мне прислали, в чем весь и нюанс, что я хотел с вами об этом поговорить, а вы мне прислали стих. Бог есть любовь, конечно, это так. На подлюбови понимает каждый свои амбиции, как истовый сектант. По-своему поджаривает, мажет. Но Божия любовь не человечья. Она испепеляет в прах гамору, и воинами мажетка вкалечит. Да, да. Секундочку. То есть, лучше не скажешь. Ну, 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 считайте, я послушаю. Сейчас, 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 родной немножко виснет, что там это. Значит, перегрелся мой аппарат. А, я нашел, все хотел. Вы этот же нашли? Ну, второе я прочитаю. Ну-ка, считай там. Бог есть любовь, конечно, это так, но под любовью понимает каждый свои амбиции, истовый сектант, по-своему поджаривает, мажет. Но Божия любовь не человечья, она испепеляет в прах гамору, и воинами отступников калечит, гриб атомный наесет мухомором. Адам, любимое творение Иеговы, был с треском изгнан в тяжкую нужду. Скитание столько лет, как бомж без дому. Опять все зависло. Тысячи извинений. любовь истовый, истовый, адам бесконечным, ломает шею любящим кривить, делами, мыслями и прилукавой речью. Бог жаждет всех к спасению привести, и потому карает беспрощадно, дабы не исказили в Библии и стих угроза свитки из семи печатей. Да. Даша. Бог есть истинная полная любовь, нечасть, на совокупность совершенства. Что есть любовь? Разбилось столько лбов. О поддолах толкуя и о благоженстве. 26.02. 6. Игла. Игнатий Лапкин. Ну, я уже эту тему не поднимаю, все четко. И святые отцы точно так же все объясняют. Вас надо трактовать кому-то, понимаете, комментировать, будут понятнее людям, проще всего. Вы на самой высоте, вы говорите евангельским языком, сложно понять, понимаете. Но нужен вам толкователь такой, чтобы простым языком объяснял людям. Да. Все, Игнатий Тихонович, родной, рад вас был слышать, видеть, но мне надо уже идти. Ну, давай, с Богом. С Богом. Храни вас, Господь. Слава Богу. Благодарю за молитву, адресок я вам черкну там. Спаси Господи. Так. Ну, слава Богу. Когда будешь ко мне охота, сначала заходи, вопрос как сейчас задал, можно нет прийти, потому что я прочитаю, и мне нужно какие-то дела закончить. Я только из города вернулся. Я в городе Простите, просто вчера я и не планировал, но вчера такой разговор был, разговор был, пришлось вас предупредить. Да, что интересно, никто мне этого не говорил, а я знал, что именно с ним будет разговор. Нет, но я к тому, что если вдруг обо мне будут вам говорить... Ты понял, Нечко? Я не слышал, ни от кого не знаю. Я на молитве стою, и мне его имя показано, и я знаю, что он будет сейчас как волк терзать сзади. Ну, надо его простить. Он обо мне прощает нечего? Это против меня то еще он может сделать. Я совершенно недосягаем и неуязвим от них. Ему это не надо. Это его амбиции. Когда я показал, что Бог показывает из священного писания, он не знает. У нас по скайпу шел разговор, и он мгновенно сорвался и понесло. Раз он пошел против, у него ничего не будет, он будет разрушен до основания. Он даже этого не понимает. что я абсолютно неприкасаемый. Если он тронул, значит, дальше он будет не со мной разговаривать. А вы видели, я вам послал к кранику сообщение. Это отец его наш перед событиями. Да, я получил. Там о крови говорится. Да, то есть душа христована. И будешь неуязвим. Это неправда. Такой молитвы нету на земле, потому что уязвимость и неуязвимость не играет никакой роли в вечности, а Бог ведет нас к вечности. Это люди ищут заклинания. Я уже вы помощи возьму, и я на фронте буду, меня не убьют. Тебя я раньше убью, чем других. Нет, имеется в виду, что как бы человек... Отодвиньтесь назад, назад, отодвиньтесь. Вот так. Ну, там проверено, что кто держал эту молитву, то все-таки были такие случаи, что и пуля проходила рядом, и очень много таких было экстремальных ситуаций, человек оставался жив. Вот и все. Молитва заклинательная отсутствует, их нету. Есть молитва, подними опять голову, они еще плавают, вот так. Молитва есть заклинательная против демонов. Против демонов. У Иоанна Златоустова и Киприана Карфагенского. А что, будет молитва, я ее в карман положу и пойду воровать, и меня не поймают? Это неправда. Ну, понятно, понятно. Все равно там призывается душа Христова, кровь Христова, тело Христова. Они из нее делают заклинания. Нет, ну нет, это молитва, просто молитва. Просто самое ценное. Я знаю, я захожу в камеры с одним беседой, один подошел и говорит, вот у меня выколото, я не забуду мать родной. А я сейчас ее даже вспоминать не хочу. Я говорю, а почему? У меня была молитва, называют «Живые помощи». Я в церкви купили. Я когда шел на грабежи, на воровство, я всегда подпоясывался. И меня милиция не могла поймать. А тут мать увидала, что она у меня грязная, поясок-то, и взяла постирать. И я когда пошел, забыл надеть, и сразу милиция меня накрыла. Это мать виновата. Гнат Дихонович, но это начальный уровень у людей. Это молитвы сильно помогают, человек верен. Тараси, не спорь только. Я вам сказал, молитв запоминательных у христиан нет. У нас жизнь сама говорит о том, что я полностью доверяюсь Богу. Богу. И я не знаю, мне надо ли выйти живым из этой передряги. Я в конце добавляю, да будет воля твоя святая. Я не пойму, почему у вас вы уползаете вниз все время, голова? Да греется компьютер, понимаете? Вот закрепи на этом. Вот я держу руками. Так вы его в руке одержите? Нет, на подоконнике он здесь, радио. Старину его не дергаете. Греется он все. Маленько поднимите сейчас голову и сидите так. Еще. нет, ушел совсем. Маленько повыше, зафиксируйтесь. Зафиксируйтесь. Повыше, повыше. Вверху у вас много места пустого, а внизу борода уже скрывается. Да он не может. Вы себя разве не видите? Не может, он не может сделать. У него там... Не может? Вот так вот могу. Вот так сделаю. Так. Вот так, вот так и надо. Ну все. Так, если кто-то на вас где-то нападает, вы им просто скажите словами Якова. Покажите веру из дел ваших. Больше ничего не надо. Нет, я буду вас переводить. Вот просто я буду переводить вас в более простом формате. Объяснять людям. Вот и все. Если вы дадите добро. Да как, а что? Обо мне речи нечего вести. Я не... Мы не себя проповедуем, а Христа. Да, да. Я о Христе говорю. И Христа мощами не надо закладывать. В точку, в точку. Это в точку. Это поле, которое принадлежит Богу, не людям. Это люди залезли и копаются. Людям надо дать символы веры. А то мощи. Человек придет к этому, если поймет. Это уже другой уровень. Это никакого уровня нет. Это хуже язычников. Это у язычников было. Они думали, я убью, съем его сердце и буду такой же мужественный. Мы сегодня говорили о флаге, опять коснулись мощей. Я о мощах. Сейчас вам прям сразу скину материалы, которые вы можете увидеть. Я у вас все время читал. что многие святые запрещали прикасаться к ним. Я читал. Патриарх у Симеона столбина. Одну волосинку только взял и Бог сразу ему руку отсушил. Отсохло. Они об этом нигде не говорят. Они лгут на мощи. Они их не чтят. Они лгут. Если хотите правду говорить, вы назовите все, что есть. Все. А они этого не могут. Но учение нашей церкви о том, что тело является храмом души и местищем Духа Святого, вы признаете. Правильно? Ну как не признавать? Это Писание говорит. Ну вот. Вы храмом вашего. Храматы православной церкви вы не отрицаете. Вот что самое главное. Людям надо. Что сказать? Знаете, что... Человек, понимаете, очень много у вас, как, у вас просто информации очень много в голове заложено, вы это выдаёте, и вам это легко и просто. Людям трудно понять. Разные восприятия, разные уровни понимания. Вот и всё. Смотрите, первое послание к Коринфянам. Шестая глава, девятнадцатый стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Когда Дух Святой живёт храм, а когда он не знает Бога, Дух Святой не живёт, это капище сатанинская. Пустоты не бывает. Если там нет у Бога, будет враг. Это не храм. Никакая. Поэтому 2 Коринфянам 6, 16. Апостол Павел говорит, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. А они не пьяницы, не алкаши. Аминь. На это давайте закончим, раздумаю. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Отключайтесь. Интересно. Я все эти дни молился, и у меня изумание не ходило тот скуратовский виктор. И он на него нашёл, увидел, что я говорю, он на это вышел на него, и его всячески травят против. И он не знает, что ему за это будет. Его ждёт страшное поражение, кара. Мстительный оказался, бездарный абсолютно. Неблагодарный. Он ни за книги не рассчитался, ничего. Мог бы хотя бы спросить, а ты нуждаешься или где-то. И его задел. И он одинаковый везде. Ему разницы нет, что священство, не священство. Все спасаются в равной степени. А зачем ты пришёл оттуда? Зачем? Баптисты намного чище живут. Был там и прилепился сюда. И везде гоняется. Вот Гарик, Кубайкин, это всё на его совести. Он с ней переписывался и сожрал её волк. Этот дикий волчара залез в овчарню. И он даже этого не знает. И смотри, какое ему дело, с кем я разговариваю. Я бы за ним гонялся. Я тебя в упор не вижу. А он за мной гоняется за каждым, где в Америке живёт. Ему покоя нет. Он аморж на никакой. Но тут его, сатана, накачивает такой энергией, заметь, в Одессу пробрался. А я ничего не мог сделать. Этот его сразу отверг за борт. Я проверяю, что вы говорите. Говорит об Игнатии. Там ничего не сходится. Этого нет. Он не может ни одного слова доказать. И он на посмешище себя выставляет. А я за него, за этого Вектора Скуратовского молюсь. Это может быть осколки Малюты Скуратова, который задушил Филиппа Митрополита. Под разными именами они по миру растеяны, эти его потомки. И фамилии всё сохранили. Они стали здесь генеральными прокурорами, судьями. Ну и всё проще такое. За мной он ничего не знает. Мощи, мощи. Я не трогаю мощи. Бери ты их. Все мощи твои. Я у вас не украл мощи. Ни один святой не скажет, что я кощувствую над ними. Я говорю, захороните. Захороните. Нам другого не дано. В прах ты и в прах возвратишься. Покажите, когда Бог отменил это постановление. Ни один не покажет. И главное, меня за мощи. Вообще, вы меня за Христа живого терзаете. Что вы мощами заслонили Христа. С костями обложились. Даже похоронить оставьте мертвецам, Господь говорит. А что, оставьте мертвецам выкапывать мертвецов, как будто Бог даже не додумался до этой мерзости. А как? Да так. Мученик был, брали его мощи, они под храм хранили, но чтобы резать, терзать, могилы раскапать. И не просто раскопали труп, а обрели мощи. Слова-то все обманные какие. С костями возятся, а живых людей не видят. Благослови нас, Господи, и сохрани от этого лжеправославия. Истинное православие это ущение во Святую Троицу. Истинного Бога. Троицу. Истинное православие. Спасибо.